Ну что, друзья, так и не дали мы немного отдохнуть вам. Группа Волощука СД вновь отправляется в поход. На этот раз летим в Арабию. Уж вы не обессудьте. Будем рассказывать, как там народ в Арабии живет. А заодно мы очень честно вам расскажем, как привечают там русских туристов и рок-звезд. Чем кормят, поят, на что спать кладут. Мы все покажем. И развлекают чем и как. Докладывать вам будем прям с колес. Доброе утречко, уважаемые любители рок-музыки. После шведского завтрака в этом прекрасном арабском отеле, сделанном в турецком стиле, мы направляемся на пляж. Ведь мы же прилетели сюда ради моря, ради соленой океанской водички. Не просто так нас всех тянет к морю. По мнению ученых, мы все вышли из океанской воды. И не только люди, а вообще все живое в этом мире. И это подтверждается тем, что кровь людская по составу очень близка к морской воде. И точно так же она солоновата на вкус. Тем, кому нос разбивали в детстве, это хорошо известно. Ну а тем, кому нос разбивали во взрослом возрасте, это известно еще лучше. А кого из нас не били во взрослом возрасте? Может быть не всегда в нос, но то, что в спину били каждого, так это точно. А после этого всегда остается привкус крови на губах. Вот именно поэтому нас всех так тянет к морю, к истокам. А волощук СД, так тот вообще без моря жить не может. Ведь он же моряк. Три года на Тихоокеанском флоте бороздил воды Тихого океана на эсминце. А у моряков есть одна традиция – посвящение в моряки. Когда первый раз выходишь в открытое море, то должен выпить целый плафон от потолочного светильника морской воды. Это грамм 700-800, иначе тебя за моряка считать не будут. А у подводников эту процедуру проделывают через каждых 100 метров погружения. С каждой глубины воду достают. Так что вкус морской водички нам очень хорошо знаком. Он действительно напоминает вкус крови. И путь к этим морским истокам, то есть к пляжу, лежит сквозь широкую аллею с различными дорогими магазинами и ресторанами. Чтобы веселее было идти к воде. Чтобы не забывать о том, что жизнь прекрасна. И осознавать, что для того, чтобы она была прекрасной всегда, надо много и упорно учиться и работать. Чтобы была возможность не только рассматривать то, что лежит на дорогих витринах, а покупать все, что тебе захочется. Даже не спрашивая продавцов, сколько это стоит. Ну или спрашивать только так, для порядка. Чтобы тебя не приняли за потерявшего берега лошка, не знающего цену деньгам. Ну что, все время свежие цветы. Специально у них тут целая оранжерея, они выращивают, чтобы все время обновлять. Беспрорывно, чтобы запах был настоящих цветов. Это не искусственно, это реально живые цветы. Каждый день их обновляет, а может и два раза в день. А это, видите, красота, фонтанчик посреди главного лобби. А почему? А потому что вода – это богатство. И не только в пустыне. А это богатство всего мира. А питьевой воды в мире становится все меньше. Не потому, что стало меньше рек, а потому, что ее загрязняют, эту воду. Это раз. Во-вторых, температура земного шара потихоньку растет. Пускай там на полградуса, на градус. Но это приводит к таянию льдов колоссальных, антарктических и арктических. И поэтому количество пресной воды в мире уменьшается. А количество населения растет. И поэтому Россия обладает самым главным богатством земли. Это водой чистой, питьевой. Я вам напомню, Байкал содержит 20% всей питьевой воды земного шара. Пройдясь по бутиковому променаду, выходим из отеля к пляжу. И сразу же попадаем в еще большую красоту. Попадаем в прекрасный сад с красивыми деревьями, цветами и протекающими между ними каналами и водопадами. Видите, вода опять пресная. Это подчеркивает богатство. Подчеркивает, что здесь не шуточки. Что здесь они могут себе позволить фонтаны и озера пресной воды. Красота. Сквозь сад идем сначала к бассейну, а потом пойдем все-таки на море. А видите, красотень, красотень. А потом пообедаем вот на вот этом открытом ресторанчике. Я вам расскажу о том, насколько здесь вкусно готовят по меню. Ну, в этом ресторанчике. Их тут 9. Посмотрим, как в этом. Мы попали в рукотворный оазис, который хоть и расположен на берегу Персидского залива, но все-таки находящийся на краю суровой и безжалостной арабской пустыни. Вот так вот наглядно человеческая мысль и труд превратили этот край пустыни в цветущий край. Это еще одно напоминание всем нам, что все в наших руках и мозгах. Что мы способны делать самые невероятные вещи. Надо только научиться продуктивно мечтать и действовать. Ведь мысль человеческая заключается именно в делах, а не в мечтательной болтовне. Именно об этом я спел в предыдущей своей песенке для детей, которая называется «Как умного узнать?». А вот и великолепный просторный бассейн. Но мы пройдем мимо Неву. Ведь мы приехали сюда не для того, чтобы плескаться в хлорированной воде. Мы приехали сюда ради моря. Уважаемые любители рок-музыки, но здесь есть еще одна достопримечательность. Инженерное сооружение сложнейшее. Это мостик через бассейн, на котором можно постоять и понаслаждаться видами этого прекрасного восточного отеля и понаслаждаться видами бассейна. Посмотреть, чем занимаются твои участники рок-группы вместе с продюсером. Снимает меня. Уважаемые любители рок-музыки, спряталась за пальмой и снимает меня. Гляньте. Ну и посмотреть на море, куда я сейчас пойду нырять. Опять-таки, с вашего позволения. Rock'n'Roll Forever, уважаемые любители рок-музыки, русский рок-н'Roll Forever. И, если вы обратили внимание, они разносят воду, напитки и мороженое. Но я его есть не буду. Ну что, уважаемые любители рок-музыки, докладываю вам обстановку из Персидского залива. И буду это делать в сравнении с Мальдивами. Вода здесь попрохладнее. Чуть-чуть, может на градус, но все-таки прохладнее. Это первое. Второе. Вода, конечно, соленая такая же. Вот же Индийский океан, только залив. Персидский. Что здесь сразу же отличает от Мальдив. Там был белоснежный песок, а здесь чуть-чуть коричневый. И здесь, так как это насыпные острова, я напоминаю вам, что наш отель находится на насыпном острове. Эти отели все стоят на насыпных островах, которые сделаны в виде пальмы. То есть каждый остров это один листик пальмы. Вот мы на одном из таких листиков. Из-за того, что они насыпные, то здесь камешки, которые под ногами, под нашими, они искусственно дробленные. И поэтому они режут ноги. Потому что настоящий морской камешек, который мы привыкли видеть на Средиземном море, на Черном море, они окатыш. Другленькие, столетиями обтесанные морской волной и песком. И поэтому даже конфеты, если вы помните, называются морские камешки. Когда изюм в шоколаде разноцветный. Потому что они гладкие-гладкие. Здесь они режут ноги. Колят. Потому что они сыпные, искусственные, дробленные. Что здесь еще? Если на Мальдивах, если вы помните, была роскошь одиночества на пляже. Кроме нас никого не было. Просто пустота. Это, конечно, такой эксклюзив был. Потрясающий. То здесь можно говорить о роскоши внутреннего убранства гостиницы. Конечно, это настоящая турецкая, османская, арабская роскошь. Если на Мальдивах везде была настоящая палубная доска в ресторанах. Доска натуральная. И на пляжных всяких помостах. Поэтому ноги она не обжигает. То здесь это не палубная доска натуральная. А это специальное строительное изделие. Там крошка древесная перемешана с пластиком. И поэтому она вроде бы выглядит как доска. Но этот пластик ноги обжигает очень сильно. Это я вам на крайний случай рассказываю. Если вы будете здесь, то ножки свои не обожгли. А сразу ходили в тапочках. В морских. Ну, а так, конечно же, мы получаем наслаждение. Вода чистая. Не такая, как на Мальдивах. Там она просто идеально прозрачная. Здесь она чистая, видно. Тоже прозрачная, хорошая. Чуть-чуть прохладнее. Поэтому ты получаешь наслаждение. Находясь здесь, можно не выходить часами. То есть, там 28, то тут 27. Поэтому, с вашего позволения, я разочек занырну. Всем рокерам привет. И нам повезло. Не только потому, что закрыли границу с привычной нам Турцией. И мы попали в Арабские Эмираты. В страну более экзотичную и загадочную. И не только потому, что мы плещемся в соленой воде Персидского залива. А повезло еще и потому, что нам удалось увидеть наступление песчаной бури. Этого грозного природного явления. Ведь с развитием цивилизации, все меньше остается подлинных природных островков. Все меньше естества окружает нас в повседневной жизни. Скоро дети не будут знать, как выглядит корова. Да думаю, уже и многие взрослые корову никогда не видели. Разве что по телевизору. Поэтому так ценится у тех, кто понимает, что происходит в мире. И к чему мы все идем. Всякий дикий отдых. Ценится любое проявление естества природы. Проявление вообще любого естества. В том числе и человеческой самобытности и оригинальности. Которая так раздражает моих хейтеров. Потому что не подпадает под их заштампованные представления об оригинальности. Ребята, оригинальный это не похожий на других. Они такой же как все. У слова оригинальный именно такое значение. Не похожий на других. Но вернусь к песчаным бурям. Многие понимающие люди специально едут в Арабские Эмираты в сезон бурь. Чтобы увидеть это потрясающее своей мощью и опасностью стихийное явление. Песчаная буря непредсказуема и возникнуть может в любой момент. Но сезоном бурь здесь считается зимний и весенний период. Местные жители, конечно же, знают признаки приближения песчаной бури. Перед началом бури наступает абсолютная тишина, безветрие, полный штиль. И хотя здесь всегда жарко, но благодаря постоянному ветру нет ощущения духоты. Перед песчаной же бурей из-за полного безветрия появляется ощущение этой духоты. Но об этом знают хорошо местные жители, арабы-бедуины. И предпринимают меры безопасности, предупреждая и родных, и соплеменников, и туристов о приближении стихии. Но персонал гостиниц, как мы узнали, это не местные жители. Это в основном приезжие наемные работники. Из Индии, Пакистана, Африки, да и из европейских стран. Они знают о приближении песчаной бури не больше, чем сами туристы. И поэтому сотрудников нашего отеля начало этой бури застало врасплох точно так же, как и нас, туристов. Они бросились складывать зонты от солнца и навесы, когда их уже начало сносить ветром. Но тем не менее, видать, их обучают тому, как действовать в подобной ситуации. Поэтому действовали они очень быстро и слаженно. В том числе, немедленно выгнали всех людей из моря и из бассейна. И настоятельно порекомендовали немедленно уходить в отель. Во время песчаной бури, помимо затруднения дыхания из-за взвешенного в воздухе песка, конечно же, еще очень сильно снижается видимость. Город как будто бы погружается в густой туман. В такие моменты полиция рекомендует отказаться от вождения автотранспорта из-за плохой видимости. При очень серьезных бурях здесь даже отменяют авиарейсы. Поэтому, конечно же, во время бушующей стихии рекомендуется сидеть в помещении и дожидаться хорошей погоды. Это очень опасное природное явление, поражающее своими масштабами и своей первобытной красотой. И как любая опасность, оно вызывает не только страх, но и завораживает, вызывает любопытство. Поэтому многие фотографы и художники со всего мира едут в Эмираты именно в сезон бурь, чтобы уловить момент, стать свидетелем этого природного действия и зафиксировать это в своих снимках или передать свои эмоции в красках на холсте. Когда закончится песчаная буря, тоже никто предсказать не может. Даже самые опытные бедуины. Она может длиться 2-3 дня, а может резко закончиться через 2-3 часа. Нам повезло дважды. Во-первых, потому что мы рок-художники. И нам повезло стать свидетелями этой грозной стихии, уловить момент, зафиксировать это на видео и прочувствовать всю мощь этого явления. А во-вторых, нам повезло еще и потому, что эта песчаная буря закончилась как раз через 2-3 часа. И мы спокойно продолжили свое увлекательное рок-путешествие по Арабским Эмиратам. Обратите внимание, как поднимается песчаная буря. Из жизни русской профессуры, Из жизни докторов наук, Истории вам без цензуры, Расскажет рокер Валащук.